Теперь платим по-новому. На этой неделе с 1 сентября цены на электроэнергию выросли на 25%. Спасением для тех, кто не в состоянии потянуть новые коммунальные счета, может стать субсидия. Количество семей, получающих такую помощь на оплату коммунальных услуг, в отопительном сезоне возрастет до 9 миллионов. Это прогноз Министерства финансов. Татьяна, преподаватель, ее зарплата всего 3000. Когда однажды пришлось отдать 600 гривен за отопление, женщина хорошенько подумала и пошла оформлять субсидию. Результат – летом весь чек за коммуналку для двухкомнатной квартиры с тремя жильцами вышел около 200 гривен. Теперь ждет зиму. Сейчас поднимаются трефы, посмотрим, сколько и как оно будет. По крайней мере, для меня это большое подспорье. Татьяна обратилась в Собес. В декабре полчаса в очереди, две справки, и в марте субсидия была уже в кармане. До того, как ее оформить, женщина посчитала свою льготу в интернете. Для этого есть специальный калькулятор на сайте Кабмина. Количество зарегистрированных в квартире. Вводим, например, в данном случае у нас два человека зарегистрировано. Доход, который проживает в квартире. Ввели доход. И сумму коммунальных платежей. В данном случае пусть будет 1000 гривен. Посчитает? Да, посчитал. Вот 671 гривня. Весна-лето 2016 стали рекордными в плане повышения тарифов. С 1 мая подорожал газ. 16 июня выросли расценки на холодную воду. С 1 июля почти в два раза увеличилась стоимость горячей воды и отопления. И, наконец, с 1 сентября у нас новые цены на электричество. Вот как в среднем увеличивается стоимость электроэнергии для населения в месяц. До 100 кВт-час. 71 копейка. От 100 до 600 кВт-час. Гривна 29. Свыше 600 кВт-час. Гривна 64. Такие тарифы на электроэнергию будут действовать до 28 февраля 2017 года. Следующий рост запланирован с 1 марта 2017 года. По прогнозу Минфина, в этом году количество семей, оформивших субсидию, возрастет до 9 миллионов. Обратиться за этой помощью может любой человек. И для этого не обязательно быть трудоустроенным. Субсидия назначается как работающим, так и неработающим. И пенсионерам. Неработающим ставится два прожиточных минимума. Это с 1 мая. Пенсионеры – пенсия, а работающим – зарплата. Субсидия – это как бы разница между платежами, то, что я уже сказала, и доходами. И есть обязательный платеж, часть, которую надо оплачивать. Потом, когда субсидию мы просчитаем. Для каждого субсидия будет своя, в зависимости от дохода. Например, ваша пенсия – 1535 гривен. Если летом ваш обычный чек за коммуналку – 228 гривен, из них вы заплатите всего 133. Зимой субсидия увеличится за счет отопления. Из 756 гривен вы отдадите тоже 133. Нужен паспорт, код для заполнения заявления. Все остальные справки мы заказываем сами. От момента поступления заявления заказываются справки. В пятидневный срок у нас по постанове организации присылают. И в десятидневный срок от момента получения всех справок идет расчет назначения. Но уменьшить счета можно не только при помощи субсидии. У Татьяны дома правило – тотальная экономия. Помимо того, что мы обратились в субсидии, мы вкрутили энергосберегающие лампочки, стали экономить электроэнергию, гасить везде свет. Мы заменили в бойлере клапан и действительно стало нагорать энергии гораздо меньше. Пришел счет на 89 гривен. Из них 29 гривен – это была субсидия. Следующий рост тарифов запланирован с марта 2017 года. Мы снова станем больше платить за электричество. Хотя по расчетам властей, мартовское, уже пятое повышение тарифов на свет, в следующем году должно стать последним этапом. Анастасия Симонова, Александр Полуев, Константин Лужневский, Алексей Барановский, 7 канал.